смотрим у нас такая ситуация уже старенький шуруповерт скилл нормально не работает зарядник долго не держит вот поставили сюда рукаверт наш аккумулятор скилл заряжал значит такой ситуации у нас получается мы можем его восстановить этот аккумулятор выбрасывать не нужно открутить раз два три четыре пинта самореза и наша задача добраться до аккумуляторов и проверить вот такой лампочкой контрольку только один ну какой кого какой есть если там аккумулятор полностью сдохший выработанный значит мы его напрямую подключаем припаям проводочки плюс минус обходим мимо и таким образом мы продлим работу данного аккумулятора выбрасывать не надо моего еще с ним поработаем сейчас мы разберем аккумулятор посмотрим что там внутри я уже запасный аккумулятор разбирал один припаял проводочки на те аккумуляторы которые уже выработали свой ресурс и получается мы дали шанс еще один вторую жизнь данному аккумулятору конечно при разборке надо аккуратненько чтобы оторвать контакт вот мы уже разобрали и крышечку верхнюю аккуратненько снимаем мы добрались до аккумуляторов и сейчас я проверю открываем этот контакт добраться чтобы контакт клей вот этот полностью не открываем так бы я его просто выбросил да и все вот видите мы можем его вообще снять а нижняя аккуратненько тоже и лампочкой проверяем каждый аккумулятор но тут на камеру неудобно на суть я вам покажу сейчас сейчас покажу вас представление было где-то тут еще шайбочка был бумажная я не был а вот она шайбочка круглая это тоже обратите внимание тоже выпадет и вы не будете знать откуда она выпала и с рукодельчиками я вам покажу которым удобно лампочку берем зацепили за один контакт и за это цепляемся что мы видим но еле-еле лампочка горит если горится значит тот аккумулятор исправны и проверяем параллельно тут вот этот аккумулятор вот два что мы видим этот коммулятор аккумулятор не горит начал не работает и так все подряд мы его отметим можем ручку покажем крестик раз видно крестик этот мы будем паять в общем сюда контактик припаяем и сюда напрямую мимо сделаем соединение и проверяем дальше но я пока что чувствуешь тут чтобы не рассыпались батарейки эти аккумуляторы проверю припаяю покажу в общем смотрите мы нашли неисправные аккумуляторы путем тестирование лампочкой у нас получилось вот этот негодный аккумулятор тут их деревьев 9 штук вот этот и вот этот получается три штуки не нерабочих это я по ошибке с девяти три штуки нерабочих сейчас мы заводим провод такой у нас провод и их уже заводил три штучки и будем припаивать смотрите в общем вот это два негодно мы напрямую это нормальный аккумулятор то я по ошибке там метку поставил красный вот эти два неисправные мы напрямую на выход сделали обошли и вот тут тоже два аккумулятора вход и напрямую выход если вам видно вот и тут тут рабочие прямой напрямую пошло и на выход сюда на выход теперь я еще раз проверю и соберу потом поставим на зарядочку вот и проверим как работает аккумулятор после восстановления емкость конечно будет уже меньше ну все равно ванная чтобы наработал ну что смотрим смотрим и прервали ты мы где-то сеть светится слабенько на светится просто аккумулятор уже сильно разряжена мы видим что горит лампочка такой у нас аккумулятор ну что будем заряжать и пробовать как он работает так что тоже пробуйте экспериментируйте чтобы у вас тоже получалось он сильно разряжен попробуем даже на шуруповой вот видите уже сильно разряжен зарядим потом проверим там один уже заряжается тот что я спаял там всего два аккумулятора вышли из строя тут аж 4 так сейчас я вам покажу второй уже зарядился аккумулятор он немножко тут был треснут тут упал где-то так и пробуем минут десять всего заряжался вы сами видите все работает но на этом все хорошего до следующей встречи